А перед просмотром этого видео, я хотел бы попросить зайти подписаться на канал TheGameCleo. У него есть много различных рубрик, от мини-игр и анти-грифер-шоу, до различных сезонов с Майнкрафтом. Поэтому, если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, что мы будем делать в этой серии? И в этой серии, как бы это странно ни звучало, я получу, наконец-то, уже механическую наковальню. А как, вы сейчас узнаете. Но давайте сначала пойдем поспим. И, ребята, перед тем, как продолжить, а в принципе, даже не то, что продолжить, а как начать серию, я бы хотел вас попросить лайк. Ведь, если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии Pixelmon, то следующая серия выйдет в ту же секунду, я вам, ребята, обещаю. Поэтому, если вы хотите видеть следующую серию Pixelmon завтра, а не через там 2-3 дня, то все, что у вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Потому что, вот на предыдущей серии мы очень долго набирали тысячу лайков, но все же мы набрали. Поэтому, ребята, вот эта серия. Но я буду очень рад, если мы на вот, ух, это вот тот Pokemon, который новый, в новой версии. Но если... Ух, 49 уровень. Но если сейчас мы наберем тысячу лайков быстрее, то я, ребята, буду вам очень сильно благодарен. Это всегда дает мне больше сил для записи новых видео. И, в принципе, напросто, новая серия выйдет намного быстрее, чем обычно. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии, я общаюсь со своими подписчиками. Если хотите со мной пообщаться, просто-напросто оставьте свой комментарий. И последнее, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся. Я выключил шейдеры, потому что они тут немного глючат возле нашего дома. Я из жизни не представляю, почему. Но, давайте, ребята, мы приступим. Давайте я вам покажу. Я удалил с магазина механическую наковальню. Почему? Потому что ее нафиг можно скрафтить. Это офигенно. Я просто хочу сказать спасибо тому подписчику, который сказал мне вот это. Потому что это жопа, честно. Я какой-то лох. Я поставил в магазин наковальню за 30 серебряных монет. 30 серебряных монет нужно добывать около... Я не знаю, 10-15 серий. Но, в принципе, мы уже их практически добыли. Я уже, если честно, даже хотел покупать. Но, как вы видите, сейчас это не необходимо. То есть, сейчас мы это можем все закрафтить сами. Поэтому спасибо тому подписчику, кто это сказал. Он нам действительно сэкономил просто-напросто 30 серебряных монет. И просто показал, сказал, что это можно все крафтить. Ребята, сейчас я вам покажу, как крафтится механическая наковальня. Это, во-первых, и не забываем, для чего же нам нужна механическая наковальня. Для того, чтобы хреначить тучи и тучи покеболов. И этим, ребята, мы сейчас займемся. То есть, тучи и тучи покеболов. Покеболов для того, чтобы ловить и ловить и ловить новых покебонов. Да, ребята? Поэтому сейчас мы к этому приступим. Что нам нужно? Нам нужно сначала... Дайте я сначала скрафчу. Один, два, три. Круто. Нам сначала нужен поршень. Вот так. И вот тут у нас, в принципе, есть. Ну, давайте вот так оставим. Ну что, ребята, давайте крафтим. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Поршень. Сейчас нам нужен липкий поршень. Я как раз вот это все взял. Замечательно. Сейчас нам нужно... Я надеюсь, у нас есть... Да, есть у нас булыжник. Мы крафтим печку. Я сейчас вам, ребята, покажу, как крафтится эта механическая наковальня. Потому что я думал, это такая редкая вещь. Ее вообще никак нельзя достать. Только с помощью гейммода, да? То есть по-другому никак. А оказалось, что она так просто крафтится. Я бы... Я чуть не профукал 30 серебряных монет. Но вы себе сейчас просто представьте, что мы сможем купить за эти 30 серебряных монет. У нас там... Сколько у нас там? Сейчас я посмотрю. Сколько у нас там? Ай, вот так. Эээ... Где они? Где они? Где они? Вот, 22. Во-первых, мы себе купим 100% мастер-болл. Потому что, как видите, кто помнит, мы прокачиваем орб для Забдуса. Поэтому следующая легенда у нас будет Забдус. Ха-ха. Это реально. Мы очень и очень, ребята, сэкономим. Дальше. Что нам нужно? Это есть, это есть. Нам нужно... Эээ... Вот так. В принципе, этого хватит. Даже очень сильно. И всё. Механическая наковальня. Прям, знаете, фейспам нафиг. А я хотел её купить за 30 серебряных монет. Я... Ребята, давайте дружно скажем спасибо подписчикам за то, что мне подсказали, как же она крафтится. Потому что, если бы не вы, то я бы лоханулся по полной программе. Я бы её скрафтил. Не скрафтил, а купил бы. За 30 серебряных монет. Это просто охренеть, ребята. Честное слово. Я чуть не лоханулся. Ладно, давайте вот это выложим, вот это выложим. И, в принципе, давайте пока мы ещё дома выложим вот это. Что мы тут? Вот это, вот это и вот это. Замечательно. А ещё давайте вот это выложим. И хапчик вот сюда. Вроде всё. И снег выкинем нафиг. Ну что, ребята. Давайте мы её пойдём поставим на нашу кухню. На кухню мы её поставим. Потому что ей там и место. Пускай. Да пускай даже вот тут будет. Зачем нам это, если у нас уже есть механическое? Вот она, ребята. Красавица. Я не знаю, почему меня так глючит. Знаете, в других биомах, где нету вот этих всех постройках, шейдерами, у меня больше, чем 100 FPS. Дома, у меня без шейдеров, 20 FPS. Даже меньше, чем 20. Я, если честно, не представляю, почему. Может, тут есть... Может, из-за NPS-ов лагает. Кто не помнит, ребята, в предыдущем сезоне возле нашего дома тоже охренеть, как много лагов было. Я почему-то думал, что это из-за статуев покемона, которые у нас были в предыдущем сезоне. Но это казалось, что нет. В принципе, у нас тут много чего нету. В NPS и дом, может, там, где много построек, там, глючит. Хрен его знает. Ну что, ребята, как это все работает? Давайте возьмем... У нас есть там уголь. Ребята, в этой серии мы вот так сейчас дома немного посидим, потому что нужно же разобраться. Вот эту механическую наковальню. Я, если честно, очень долго ждал, чтобы мы ее, наконец-то, получили. И мы ее, ребята, вот сейчас получили простеньким таким способом. Поэтому, ребята, нужно, нужно, нужно сейчас это все дело обмыть, если честно. Так. Квикболы. Как крафтятся квикболы. Ух, 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 сколько у нас там всего. Как крафтятся квикболы, я, если честно, толком не помню. Но все же нам нужно это скрафтить. Давайте посмотрим. Вот так, вот так. И вот так. Да, да. Хух. И смотрите, если взять обычную наковальню, то мы помещали вот сюда. Потом, потом брали, брали молот. У нас его сейчас нету. То есть нам еще и молот нужно делать. Потом и долбить, долбить. Эмма. Твою мать. Вот долбить, 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 долбить. Потом забирать. О, круто. Мы одну часть бола продолбили. А сейчас ставим. И смотрите, какая тут крутая анимация. Даже звук. Дайте я немного потише сделаю, потому что может вам громко быть, я не знаю. Это все работает. И очень круто работает. Смотрите, какая крутая анимация. Вот этот. Пум. Пум. И смотрите, это все делается, хоть и не скажу, что прям супер, 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 пупер, как быстро. Но мне кажется, лучше, если это будет жариться и делаться так, как жарит обычная печка. Чем сейчас мы бы сидели полчаса и просто долбили вот это вручную. Это бы реально было очень глупо. Ну что, ребята, смотрите, сделаем. Давайте сначала сделаем полтора ста, как вебулов у нас будет. Как только у нас будет полтора ста, как вебулов, нам нужно сделать. Давайте мы еще сделаем так же. Сейчас. Давайте мы еще сделаем так же. Даск-болов, да? Кто согласен, мне кажется, будет очень круто, если у нас будет по полтора стака и Даск-болов. Или сколько тут хватит? Вот. Там замечательно, прям супер, пупер вот так хватило. Полтора. Ребята, вы просто представьте. Три стака-болов. Это прям охренеть. Я бы, если честно, еще хотел левел-болы сделать, но я не думаю, что в этом есть нужда. Мне кажется, что нет. Давайте вот это, в принципе, все заберем. Вот так. Фух. Сейчас, знаете, что нам еще нужно? Еще давайте быстренько пойдем домой. Быстренько. Пойдем домой. А мы сейчас где? В Китае нафиг? Нет, не домой. А давайте выложим вот это. Нам сейчас уже это нафиг не нужно. Еду. Еду вот сюда, вот сюда. Выложим. Замечательно. Ресурсы вот сюда, вот сюда. Замечательно. И давайте еще уголь возьмем на всякий случай. Оставим себе. Круто. И железо. Я хотел точно, я хотел железо взять, потому что нам же нужно делать нижние вот эти все части. Ага, ага. Вот сейчас это все пригодится. Нам нужно три стака нижних вот этих всех частей. Вот так, вот так, вот так. Ага, ага, ага. А сколько там еще осталось? Вот так и вот так. Замечательно. Сейчас это все можно выложить. В принципе, вот это можно выложить. Круто. И в принципе, даже ресурсы пригодились. Но нам нужно сейчас три стака Каблстоуна. Ребята, нам нужно три стака Каблстоуна. Этим сейчас мы и займемся. Ну давайте уйдем отсюда нафиг, потому что вот эти лаги меня там просто бесят, если честно. Давайте вот тут где-то посидим. Да и подобываем Каблстоун, потому что нужно, ребята. В следующих сериях у нас уже будет офигеть как много булов. И ребята, готовьтесь. В следующей серии мы выходим на глобальную охоту покемоны. Мы идем за вами и будем ловить, да в принципе, даже всех подряд. Но не то, что прям совсем всех подряд. А тех, кто в первую очередь больше понравится. А потом, когда тех покемонов, которые нам нравятся, уже больше не останется. Как это, в принципе, обычно было, да. Что мы сначала ловим тех покемонов, которые нам больше всего нравятся. А когда вот этих покемонов уже не остается, то в конец ловим уже всех, всех и всех и всех подряд. Поэтому, ребята, мы, наверное, так же сделаем сейчас. Словим тех, кто нам нравится. Легенд, если бы, ну, легенды, в принципе, не считаются. Потому что, ну, легенды все-таки с мастер-болом ловятся. А то, что он, то, что, нифига себе тут. А то, что у нас будет три стака булов. Как-то легендами, если честно, вообще по боку. Хоть там 35, хоть там 105 стакок. Им как-то, знаете, все равно. Поке-хил. А кого мы качаем? Ага, мы качаем Шелгона и мы качаем Патчерису. Патчерису, давай, расти ты нам нужна с сотым уровнем. Потому что сотый уровень Патчерису, мне кажется, там уже реально будут дропаться и экспеши. Хотя, ну, вряд ли экспешеры. Ну, посмотрим. Не будем угадывать. Посмотрим, ребята. Давайте, вот... Ой, твою мать. Вот сейчас уже, в принципе, да, можно выключить шейдеры. Сейчас уже можно, потому что сейчас я нихрена не вижу шейдерами. Так. Вылечимся. Окей, хил. Ну, готовьтесь, то, что мы скоро... Скола, школа, да? То, что мы скоро уже будем летать. Потому что Шелгон у нас уже сороковой уровень. Ну, как скоро? Ему еще там осталось около 15 уровней. Это прям не супер-пупер скоро. Но все же, все же, через несколько серий мы уже сможем на нем летать. Вот сейчас в этой серии, сколько мы ее уже прокачали? Уровень или два? И то, что мы ее, в принципе, даже не качали. Просто пришли сюда добыть... Не то, что даже добыть. А, мы сюда пришли добыть... Вот это охренеть просто. Мы сюда пришли добыть камень, да? Для того, чтобы сделать кнопки для покеболов. А я качаюсь на покемонов. На покемонах. Офигеть, просто логика зашкаливает. Но зато Шелгон у нас уже сорок первый уровень. Уже сорок первый уровень. Мы ему прокачали около двух уровней. Давайте еще вот этих... Вот этих рыб убьем. Потому что это реально как... Тюленик, короче. Ну, будем их рыбы называть, да? То есть... С них вроде рыба даже падает, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, с них выпадает рыба. Рыба это круто. Потому что рыбку можно толкнуть нашей барыге, которая стоит у нас дома. Так. Опа. Круто. Еще уровень подняли. Шелгон, ты скоро уже будешь салом, саломенцем. Будешь летать, летать. Потому что... Вот, наверное... Ребята. Напишите в комментариях, какой ваш самый любимый летающий покемон. Какой из них с них самый красивый? Мне кажется... Мне... Лично мне нравится, наверное, все-таки саломенц на первом месте. Потому что он реально красивый. И он реально прикольно летает. Наверное, это один из моих любимых летающих покемонов. На втором месте у меня, наверное... Хм... Дайте подумать немного. На втором месте у меня, наверное... Наверное, гуларки. Если честно, вот... Гулет и потом гуларк. Гуларк может летать. Он мне напоминает какого-то железного человека, если честно. Потому что... Знаете, он прям так руки вниз. Руки вниз. У него с рук как будто идет огонь. У него с ног идет огонь. И как будто... Железный человек поднимается вверх. И это, если честно, очень даже круто. Это, если честно, мне даже нравится. Поэтому, наверное, на втором месте у меня... Да, паскуда, я сюда шел за вами, чтобы вас убить. А вы сами в бой вступили, заразы. На втором месте у меня, наверное, гуларк. А на третьем... Дайте немного подумать. На третьем, ребята, я, если честно, не знаю. Хм... Кто на третьем? Да, ребята, свои предложения. Кто на третьем месте? На первом у меня Соломенс. На втором гуларк. А на третьем... Ммм... Если исключить легенд, да? Хотя с легенд, мне кажется, там нету каких-то даже очень и очень крутых. Кто там с легенд нормально летает? А с легенд вообще кто-то летает? За исключением легендарных птиц. Мне кажется, что нет. Офигево, знаю честно. На третьем... Нужно, ребята, вспомнить на третьем месте кого-то очень крутого. Давайте сейчас немного поспоминаем. Ну, вот эти пиджиоты фировые, они, в принципе, сразу вылетают. Потому что это обычные птицы. Птицы, они, если честно, прям так супер мне не нравятся. Чтобы их ставить в наш список. В мой. Я не знаю, у вас может другой какой-то. Но... Нужно, ребята, немного подумать. Вот ноктаул более-менее, но я не скажу, что он. Вот метагрос, наверное. Все-таки, наверное, метагрос, мне кажется. Он очень даже крутой. Наверное, ребята, даже метагрос будет. Да. А, кстати... Сейчас, сейчас, дайте я вот этих двух запинаю. Дайте я вот этих двух запинаю. Твою мать, я же орб не прокачиваю. Вашу фуражку... Эээ, китаёзы, бананасы, сейчас... Вашу мать, я же... А, нет, прокачиваю. То есть, орб даже прокачивается, когда он в инвентаре стоит. А не когда в этом хот-баре предметов. Нормально, я, если честно, не знал. Поэтому не лоханулся. Эээм... Что-то, о чём я говорил, я, если честно, уже забыл. А, вот. Я вам хотел что-то сказать. Из-за этого подписчика, кто мне сказал, что механическую наковалью всё-таки можно скрафтить. А не то, что её нужно покупать за 30 серебряных монет. Мы же сэкономили офигеть сколько серебряных монет. Вы понимаете, к чему я веду? У многих людей очень такой любимый покемон это Белдум. Да, то есть, Белдум, потом Метанг, потом Метагросс. И многие меня даже просили, мол, Эдисон, почему ты их не ловишь? Потому что они ловятся как легендарный... Белдум ловится как легендарный покемон. То есть, очень хреново. Но сейчас, когда мы сэкономили такую большущую кучу вот этих... Так, сейчас дать мне вот этого, наверное, всё-таки не будем. Такую большущую кучу серебряных монет. То мне кажется, наверное, я их потрачу на ещё один мастер-бол. И с этим мастер-болом мы словим Белдума. Да, ребята. Наверное, всё-таки мы словим Белдума. Это, если честно, будет очень круто, потому что многие его любят. И, если честно, да, он прикольный. Я соглашусь, что он прикольный. Я уже напугался, что это такое. Это наш гимн, который мы уже, ребята, прошли. Ух, что вы спросите насчёт следующего гимна? Ну, я его, если честно, ещё просто-напросто не искал. То есть, позже я его буду искать. Я не знаю, может, пойдём куда-то в море. Может, пойдём куда-то, я не знаю, в какой-то другой биом. Может, в лес. Может, попытаемся найти вот этот травяной гимн. Какой гимн? Ребята, я только что говорил биомы. Нет, никакие биомы. Ух, твою мать. Я уже просто засыпаю, наверное. Нет, не биомы, а гимны. Вот это наш первый гимн. Ледяной гимн, да? Вот, что вы спросите насчёт следующих гимнов, я пока что не знаю. Как я уже сказал, я ещё их не искал, поэтому я не могу вам сказать, когда мы пойдём в следующий гимн. Когда мы его найдём, тогда и пойдём. Но, также, если сейчас у вас, ребята, я хочу спросить. Первый вопрос, это какой ваш любимый летающий покемон? Составьте там также список своих трёх любимых покемонов. Как только что я это сделал, летающих, не забываем. Те, кто умеют летать. И сейчас я бы вас, ребята, хотел спросить. Какой следующий гимн вы бы хотели, чтобы я постарался поискать? Да, то есть, как я уже сказал, мы можем пойти в какой-то большой лес, поискать травяной гимн. Мы можем пойти, я не знаю, куда-то в глиняный биом поискать, я не знаю, может... Может, огненный гимн, я не знаю, если честно, где должен быть огненный гимн. Гимн, ну, если так посоображать, то больше всего, мне кажется, глиняный биом подходит. По своей вот этой гамме, да, текстурах таких красных. Поэтому, наверное, да. Можем также пойти в океан, в океане поискать... В океане поискать водный, да, гимн. Или где-то на больших озёрах, хрен его знает, где он может заспамиться. Это, если честно, будет круто. Наверное, ребята, мы этим и займёмся в следующих сериях. Но в этой серии у меня просто появились, как видите, новые планы. Потому что я не ожидал, что в этой серии у нас уже появится механическая наковальня. Я, если честно, ребята, этого не ожидал. Потому что я не знал, что её так просто и реально очень просто можно скрафтить. Что я сейчас делаю? Я, ребята, добываю булавежник для того, чтобы сделать кнопочки. Кто не знает, для покеболов также нужны кнопочки. Поэтому нам нужно, если я не ошибаюсь, три стака... Три стака Каблстона, да? Три стака Камня? Да. Да-да-да-да-да-да. Три стака Камня. Но я, если честно, не хочу вас утомлять. Поэтому, наверное, дайте мне секунду, и я это всё сам добуду. Ну что, ребята, тут чуть-чуть осталось. У меня уже практически третий стак Камня. Я уже вот такую-то ищу выкопал. И я уже взял алмазную вот эту кирку. Потому что железная у нас уже сломалась. Да, ребята, всё. Мы можем отсюда выбираться, выбираться. И идём мы домой. Замечательный, просто шикардос. Шикардос. И что самое главное, мы просто это всё так ставим. И оно будет дальше само перерабляться. 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 Рабляться. Это какое-то... У меня украинское слово в голову пришло. Перерабляться. Переделываться. Ах, нет. Я просто, ребята, иногда в этих уже языках путаю. И знаете, то иногда один вылазит, то иногда другой вылазит. Вот так. Всё. Всё. Это можно забрать. Замечательно. Сейчас, потому что остаётся просто ждать. Пока... Пока-пока камень сделается. Пока сделаются части. Покебола. И, ребята, готовьтесь. Потому что в следующей части мы прям порвём этот мир покемонов. И возьмём себе. Офигеть, какое большое число. Сделаем такое себе большое число. Я, ребята, забыл. Может, там вам громко. Большое число покеболов. И это будет просто охренеть, как круто. Это давайте ещё сюда поставим. Вроде всё. Давайте мы ещё быстренько пойдём, попродаём вот это всё. Потому что, потому что, потому что... Мы же даже накопили нормально так ресурсов, пока мы там ходили и базарили по-пацански, да. Давайте быстренько это всё попродаём. Вот сюда, где наша рыбка. Вот наша рыбка. Вот она, рыбуля. Что-то нам выпало с помощью патчерисов. Я вот лечилку вот эту вижу и вижу лифстоун. То есть травяной камень. Больше я ничего не вижу, но, в принципе, сойдёт. Один, два. Замечательно. И знаете, и знаете что, ребята? Вот у нас 24 серебряных монеты. Это просто супер. Что мы можем купить за 24 серебряных монет? Мы себе стопор... Мы себе... Офигеть, ребята! Мы себе можем купить два мастер-бола. Один на Белдума, другой на Забдоса. Мы это уже можем сделать. Купить себе два мастер-бола. Офигеть! Но нам также нужно вот эту шапочку. Потому что есть много покемонов, которые эволюционируют с помощью счастья. А с этой шапочкой набор счастья ускоряется не знаю в сколько раз. Поэтому, если Риолу мы сейчас прокачаем только тогда, когда он гуляет и набирает счастья, то с этой шапочкой мы просто сможем одеть её на Риолу, прокачать один уровень для Риолу, и он сразу там выиграет. Охренеть! Сколько счастья? Да, там 40... Нет, 20 где-то. Поэтому это будет даже очень круто. Ну всё, ребята, мы это сделаем в следующей серии. Мы прокачали Шелгуну 8 уровней тем, что просто там ходили. Также по Чирицу мы прокачали 3 уровня. С каждым уровнем шанс дропа вещей всё-таки увеличивать. Да, ты давай, ты давай, ты нам всё это делаешь, потому что тут ещё офиг... А может там 2 вот эти? Хотя... Мы, в принципе, можем сделать 2, чтобы и эта работала, и ещё одна работала. То есть тут вот эти, а в другой... Вот в одной печке верхней части Бола, а в другой печке нижней части Бола. Хм... Если я даже это сделаю, то, наверное, вне серии. А на этом, ребята, мы уже будем, в принципе, заканчивать. Серия, ну, не скажу, что прям супер-пупер какая длинная, но всё же Забдус готовься. В скором времени мы за тобой придём. Сколько там? 270... 270 убийств осталось, и мы придём. Ребятушечки, на этом я хочу вам сказать спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Я надеюсь, что она вам понравилась. Не забываем ставить лайки, ведь, честное слово, ребята, если мы хоть прям сейчас наберём 1000 лайков, то сразу же выйдет новая серия Pixelmon. Честно, я сразу же её запишу, и сразу же её буду выставлять. Потому что, знаете, иногда я вот говорю тем, кто думает, что вот набралось 1000 лайков, где новая серия, ты сказал, в ту же секунду. Когда мы набираем 1000 лайков, я сразу записываю серию, и сразу её выкладываю для вас, потому что всё-таки мы набрали 1000 лайков, я выполняю свои обещания, и сразу же выкладываю. Но, к сожалению, у меня не очень скоростной интернет. Чтобы залить одну серию, на это уходит около 5 часов. И в это время, когда серия заливается, я не могу нихрена делать, потому что у меня весь инет лагает. Вся скорость уходит на залив серий. Я больше не могу ни во что играть, ни что делать. Я бы, честное слово, ребята, от всей души, я бы так хотел стримить. И на Твиче, и везде с вами проводить целый день. Если бы смог, но, к сожалению, тут скоростного интернета нет. Тут, где я живу, как бы это тупо не звучало, это, наверное, один из самых скоростных интернетов, который только существует в этой стране. То есть, в том смысле, что тут интернет просто какашка настоящая. Я, ребята, ничего поделать не могу, тут такой интернет. Я бы, честное слово, я бы очень хотел стримить. Но всё же, я ещё расскажусь на это... Скажусь. Давайте быстро заканчиваем, а то я уже начинаю заговариваться, уже засыпать, уже какие-то там слова новые придумываю. Что я там сказал? Перераб... Нет. Передел... Нет. Перерабливается. Я забыл, честно, что я там сказал. Но всё же, тысяча лайков выходит сразу в следующая серия. Не забывай вам оставлять комментарии. Я общаюсь с своими подписчиками. Всё, что у вас требуется, это просто оставить свой комментарий. Я его прочитаю, отвечу и также с тобой пообщаюсь. Поэтому не забываем оставлять свои комментарии. И последнее, что я бы хотел сказать, это не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую семью. Я прям... Вот ты сейчас подпишешься, я прям буду супер-пупер рад. Не веришь? Вот подпишись, и я прям обрадоваюсь. Вот так, знаете, когда... Знаете, когда икаешь, то... Кто-то там горит, что вот тебя кто-то там вспоминает, да, и ты как будто икаешь, да? Вот так же, ребята, с подписчиками. Вот, например, я могу там сидеть на туалете. И вот так, как икать, да? О, кто-то подписался на мой канал. Кто-то подписался дальше. Кто-то подписался. Кто-то подписался. В этом роде. Да, ребята, не верите. Честно, я потом видео вам сделаю и выложу, что действительно это вот так. Опять кто-то подписался, вы видели? Поэтому, ребята, всем сидите за просмотр, всем удачи, всем пока.